Всем привет! Брутальный, накачанный, лысый, да-да, это все про сегодняшнего актера, которого любят в России неизменно. Мэйсен Стетхэм, британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи, «Карты деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Гнев человеческий», «Операция фортуна, искусство побеждать», а также серия «Перевозчика» и «Неудержимые». В ранних годах актер играл в футбол в местной средней школе, но его настоящей страстью были прыжки в воду. На протяжении 12 лет Стетхэм входил в состав национальной сборной Великобритании по прыжкам в воду. В одном из интервью Стетхэм отметил, что спорт был его хобби, а деньги приходилось зарабатывать, торгуя на улице парфюмерией и украшениями. Также Джейсон является специалистом в области боевых искусств. В конце 90-х один рекламный агент, работающий главным образом со спортсменами, пригласил Стетхэма принять участие в рекламной кампании Томми Хилфигер. Так Стетхэм снялся в рекламе джинсов, стал рекламным лицом бренда, с чего и началась его модельная карьера. Вот актерская карьера начиналась с того, что владелец фирмы, которую рекламировал Джейсон, стал основным продюсером дебютной картины Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Предложил режиссеру кандидатуру Стетхэма на одну из ролей в фильме. Режиссер был заинтересован опытом уличной торговли актера и впечатлен его модельной работой. В 2000-е годы Стетхэм совершил прорыв. В нулевых он дебютировал в американском кино, исполнив роль английского торговца наркотиками в фильме «Сделай погромче». Затем получил роль в фантастическом триллере Джона Карпентера «Призраки Марса». Присоединился к Джету Ли в фантастической ленте «Противостояние». Фильмом, который сделал Джейсона звездой, стал «Перевозчик». Гонорар актера приблизился к миллиону долларов. Самое время рассказать о фильмах, в которых снялся великий цитатник Стетхэм. А перед началом прошу подписаться на канал, оформить лайк, ведь вам не сложно, а это помогает развитию канала. Приятного просмотра! Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником, известным по кличке Гарри Топор. Парень в итоге проиграл 500 тысяч, но уплату долга ему дали неделю. В противном случае и ему, и его спонсорам каждый день будут отрубать по пальцу. А потом, чтобы выйти из положения, ребята решили ограбить бандитов, решивших ограбить трех ботаников, выращивающих марихуану для местного наркобарона. Но на этом приключения четверки не заканчиваются. Большой куш. Четырехпалый Фрэнки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но вместо этого герой попадает в эпицентр больших неприятностей. Сделав ставку, на подпольном боксерском поединке Фрэнки попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг героя и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондовского дна, русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Противостояние Что делать, если твой мир рушится, когда в него вторгается безжалостный пришелец из параллельных миров? Стремясь стать сверхчеловеком, агент Межпространственного бюро расследований Юла совершает головокружительное сафари по параллельным мирам, охотяясь за своими двойниками. Призраки Марса Планета Марс, 2176 год, на одной из дальних шахтерских станций на специальном поезде отправляется отряд полиции, чтобы забрать и доставить в город опасного преступника Уильямса, подозреваемого в убийстве и грабеже. Однако члены отряда еще даже не догадываются о той опасности, которую им приготовил Марс. Ведь отважным полицейским придется столкнуться не только с людьми, сколько с таинственными и зловещими силами, живущих в самой планете. Касталом У Дэнни Михэна есть все – деньги, слава, дорогие машины. Он – капитан английской национальной команды по футболу, но однажды идиллия нарушается. Дэнни получает трехлетний тюремный срок за нападение на офицера полиции в состоянии алкогольного опьянения. Начальник тюрьмы, в которой оказался Дэнни, вложил немало собственных денег в создание футбольной команды и решил заполучить маститого футболиста в качестве тренера для своей команды. Его мечта – выиграть тюремную лигу. Перевозчик Опасное осложнение следует, когда в прошлом солдат американских спецподразделений, превращенный в солдата-наемника, получает заказ на похищение дочери китайского повара, который занимается контрабандой его соотечественников во Францию. Ограбление по-итальянски Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. Вместе со своей командой опытных бандитов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера последнее задание – краж золотых слитков, в которой принимают участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое Ухо, технарь Лайл и Чарли, верный друг Бриджера, и второй планировщик в их команде. Ограбление изящное и быстрое было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье преступников было омрачено предательством. Сотовый Джессику похищают и запирают на чердаке. Вся ее надежда на неисправный, едва работающий телефон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает Райану, случайному молодому человеку, о своем похищении и о том, что ее хотят убить, а также и ее мужа и сына, за которым теперь правились похитители. Она не знает, где находится, а у единственного возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Перевозчик 2 Бывший сотрудник спецподразделения Фрэнк Мартин, известный также как перевозчик, уходит от тел и поселяется в Майами, где устраивается шофером богатую семью. С маленьким сыном этого семейства у него завязываются дружеские отношения. Когда же мальчика похищают, Мартину приходится использовать свои профессиональные навыки, чтобы вернуть парнишку в целости и сохранности, а также раскрыть зловещий план похитителя. Револьвер Семь лет назад Джейк влип в неприятную историю. Город был помешан в нелегальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды, накануне большой игры, Мака потерял своего парня, и Джейк Грину предложили пойти на замену. Под давлением Грин согласился и выиграл за карточным столом. С этого все и начиналось. Хаос Обычным утром банда грабителей захватывает банк и заложников. Вожак банды Лоренс требует переговорщика, детектива Коннорса. Во время переговоров спецназ врывается в банк, но в хаосе грабителям удается уйти. Хотя и без единого цента. Однако, вскоре выясняется, что с банковских счетов странным способом был снят миллиард долларов. Адреналин Наемный убийца Чеф узнает, что недоброжелатели отравили его редким китайским ядом, и отрава начнет действовать немедленно, как только пульс перестанет биться ниже определенной отметки. И теперь, чего нужно успеть сделать все свои дела, попробовать раздобыть противоядие и отомстить своим отравителям, в прямом смысле слова, в попыхах. Стараясь создавать вокруг себя как можно более напряженную обстановку и не расслабляться ни на секунду. Война После того, как агент ФБР Том Лоун и его семья убиты известным неуловимым убийцей по кличке Роук, напарник Лоуна, агент Джон Кроуфорд, становится одержимым местью, и его мир превращается в водоворот вины и предательства. Роук, в конце концов, возвращается в город, чтобы отомстить за себя, и начинает кровавую преступную войну между враждующими бандитами Чаном из Триад и боссом Якудзи Сиро. Ограбление на Бейкер-стрит Великобритания, 1971 год Терри встречает старую знакомую Мартин, которая предлагает ему ограбить банк и одним махом решить все финансовые проблемы. Но на самом деле это идея служащего МИ-5, которому нужно выкрасть компромат на члена королевской семьи. Ограбление проходит успешно, но события принимают неожиданный поворот. Смертельная гонка Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс посажен в тюрьму за убийство, которого не совершал. Вместо того, чтобы выпустить его на свободу, тюремчики заставляют его вместе с самыми отъявленными преступниками участвовать в кровавом состязании. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на выживание на земле. Неудержимые Неудержимые Отряд профессиональных наемников и отчаянных парней во главе с Барни Россом получают непростое задание. Любой ценой найти и уничтожить кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего хаос в южноамериканской стране. Отправляясь на выполнение нелегкой миссии, закаленные огнем и водой, прошедшие не одну войну, люди Росса попадают в самое пекло. Отныне им придется выживать, платиться и достигнуть цели. Механик Артур Бишоп – механик, высокопрофессиональный, безукоризненный киллер, который всегда работает по правилам чисто и без следов. Такая работа требует полного самообладания и беспристрастности. И в своем деле ему нет равных. Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отчаянного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару устраняют проблемы, но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке. Без компромиссов Фильм «Без компромиссов» повествует об одном брутальном, жестком и бескомпромиссном полицейском, который выходит на улицы Лондона на охоту, дабы привлечь к ответу жестокого убийцу, который уничтожает один за одним местных полицейских. Профессионал Дэнни Брайс – бывший наемный убийца международного уровня, но спустя год спокойной жизни он получает сообщение от посредника, из которого узнает, что его бывший напарник взял в заложники арабским шейхом. Теперь Дэнни обязан убить отставных бойцов элитного спецподразделения САС, чтобы вызволить приятеля из темницы шейха. Защитник Бывший агент элитных спецслужб спасает девочку с уникальными способностями из цепких лап нью-йоркской мафии. Она единственная, кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских триад. И теперь только профессионал может защитить ее от мафии, азиатских ассасинов и коррумпированных полицейских. На улицах Нью-Йорка развернется погоня за девочкой, которой очень повезло с защитником. Паркер Главный герой, вор, вынужденный стать киллером. Несмотря на это, он живет по кодексу чести. Например, никогда не вырует деньги у тех, кто в них нуждается. Его слово – железо, и если он его нарушит, то всеми силами старается исправиться и вернуться к обещанию. Неудержимые 2 Команда неудержимых возвращается. На этот раз Барни Ро со своей командой получает новое задание – достать кейс из разбившегося самолета где-то в Албании. Однако, никто из них не подозревал, что такое простое дельце на самом деле может превратиться в кровавую бойню против безжалостных террористов. Последний рубеж Ил Брокер – бывший агент из отдела борьбы с наркотиками. Ил переезжает в небольшой город вместе с семьей в надежде забыть прошлое. Но он узнает, что город только со стороны кажется тихим и спокойным местом. На самом деле он кишит насилием, наркотиками. А всем этим заправляет злодей по кличке Аллигатор. Одну секунду. Что-то ты не смахиваешь на айтишника. Так что лучше начинай говорить, пока я не сломал тебе палец шестью разными способами и не засунул туда, где не светит солнце. Парсаж 7 Действие седьмой картины франшизы разворачивается по всему миру от опасных дорог Афганистана до арабских пустынь и величавых небоскребов Абу-Даби. На сей раз команде Доминика Торетто предстоит отыскать сверхсекретный компьютер глаз бога, похищенный вместе со своей создательницей террористической группировкой. Ведь только с помощью этого устройства можно найти и остановить безумного брата Оуэна. Шоу Декарда Шоу Механик. Воскрешение. Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждает снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего. С него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи. Мэг. Монстр глубины. Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдения в рамках международной программы по изучению подводной жизни, был атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого океана, оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский океанограф Новатор зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду и океан от невиданной угрозы доисторической 23-метровой акулы Мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим чудовищным созданием. Гнев человеческий. Грузовики Лос-Анджелесской инкассаторской компании Fortica Security часто подвергаются нападениям, и во время очередного ограбления погибают оба охранника. Через некоторое время в компании устраивается крепкий и немногословный британец Патрик Хилл. Он получает от босса прозвище Эйч, и впритык к необходимому минимуму, пройдя тесты по фитнесу, стрельбе и вождению, отправляется на первое задание. Вскоре и его грузовик пытаются ограбить вооруженные налетчики, но Эйч в одиночку справляется с целой бандой и становится героем. Помимо этих фильмов Джейсон снялся еще в нескольких. А именно, Перевозчик 3, Адреналин 2, Высокое напряжение, 13, Эффект Калибри, Третья часть Неудержимых, Шальная карта, В 8 и 9 Форсажи, а также в спин-оффе Форсажа с заголовком Хоббс и Шоу. Из новинок этого года, Операция Фортуна, Искусство побеждать, Форсаж 10 и Мег 2, Фадина. В сети уже можно глянуть четвертую часть про брутальных мужиков, Неудержимые. Кстати, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, где выходят новости из мира кино, и не только, но и про канал не забудь. А на этом ролик заканчивается. Надеемся, он вам понравился. Лучшая благодарность – это лайк. Заранее спасибо. Увидимся в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин